Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Курс лекций «Введение в Священное Писание Нового Завета». Сегодняшняя тема. Отличие Божественного Откровения в Новом Завете от Завета Ветхого. Когда мы говорим о богодухновенности Священного Писания, речь идет не только о том, что священные авторы излагали учения или повествования о священной истории под руководством Духа Божия, но речь идет о том, что они выражали божественные идеи, некое божественное откровение. И вот прежде чем перейти к формулировке учения о богодухновенности Священного Писания, необходимо понять, какие есть способы передачи божественного откровения, то есть вести от Бога людям, священным авторам. И вот здесь, когда мы будем говорить об этих различных способах, мы вдруг увидим достаточно важное и разительное отличие в передаче откровения от Бога в Завете Ветхом от Завета Нового. Если говорить о Ветхом Завете, то стоит оттолкнуться от книги чисел 12 главы с 5 по 8 стих. Там говорится о том, каким образом Бог открывал свое знание пророку Моисею. «И сошел Господь в облачном столпе и столу входа в скинье, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба, и сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит». Итак, здесь от лица Господа названы три основные способа передачи Божественного Откровения в Ветхом Завете. Введение во сне, и первое, второе, доступно большинству пророков, говорящих от имени Господа, и, наконец, непосредственно, устами к устам. Далее мы посмотрим как на эти три, так и на некоторые другие способы Божественного Откровения, и удостоверимся, что каждый из этих способов присутствовал и в Ветхом, и в Новом Завете. Приведем конкретные примеры. Откровение в видении. Это такое откровение, когда пророк не спит, бодрствует, но при этом видит некие картины, и эти картины позволяют ему понять то, что предстоит, или через эти картины дается какая-то оценка Господом настоящего. Мы с вами знаем, что в Ветхом Завете подобного рода видения были у пророков Исаии и Езекииля, а в Новом Завете видение святому апостолу Петру на пути в Иопию к дому сотника Корнили. Ну и, конечно же, последняя книга Нового Завета, Откровение Иоанна Богослова, она содержит в себе целый ряд иногда загадочных для понимания, но необычных видений этого автора Нового Завета. Второй вариант Божественного Откровения. Во сне. Но когда мы говорим об этом сне, мы должны помнить, что это особые сны. Сны, которые были праведным людям, и эти люди понимали, да, этот сон отличается от того, что снится мне каждый день, именно через этот сон Бог обращается ко мне, а через меня к моим современникам. Мы с вами знаем, что подобного рода сны, содержащие Божественное Откровение, в Ветхом Завете были даны Патриарху Иосифу, и также он был наделен даром истолкования снов. Ну а в Новом Завете Иосиф Обручник получает Откровение Божие во сне. Наконец, третий способ, названный в Пятикнижии Моисея и относящийся к этому пророку, к Моисею, это «устами к устам», то есть некое непосредственное Откровение Божие Пророку, которое происходит и не во сне, и не через образные картины. То есть Бог открывает некоторые мысли, открывает некоторые идеи. Как это происходит, мы не знаем. Мы не знаем, каков механизм подобного раскрытия Богом, как бы мы сказали сегодня, информации тому или иному священному автору. Мы можем только сослаться на примеры из уже истории церкви, когда некоторые подвижники могли что-то знать о людях, пришедших к ним, и этих людей не видели в первый раз, они прежде не были знакомы. Эти подвижники что-то рассказывали об этих людях, или из их прошлого, или о том, что нужно им сделать. И когда у подвижников спрашивали, откуда вы знаете, у вас что был какой-то голос или еще что-то, или видение, эти подвижники отвечали, нет, мне пришла такая мысль. То есть приходит некая мысль, а в силу особого образа жизни, святого подвижнического, это, конечно же, мысль от Бога. И, конечно, вот этот вот третий способ божественного откровения, он является одним из основных способов передачи вести от Бога людям в Ветхом Завите. Но были и другие способы. Следующий способ через ангелов. Мы с вами знаем, что когда являются три путника Аврааму, это три ангела, три вестника, и они ему возвещают, что произойдет уже вскоре. Кроме того, мы с вами помним о том, что апостол Павел в послании Галатам говорит следующее. Закон Моисеев дан через ангелов рукою посредника. Таким образом, апостол выражает бытовавшее в период позднего второго храма среди евреев представление о том, что когда Бог давал закон Моисею на горе Синайской, то присутствовали и в качестве посредников выступали ангелы. Но мы с вами относительно Нового Завета помним, что благовестие относительно зачатия при Святой Богородице Господа Иисуса Христа Духа Святаго было ей возвещено также ангелом Гавриилом. Следующий способ передачи Божественного Откровения через чудеса и знамени, которые совершаются или Богом, или непосредственно Его служителями. И в силу сверхъестественного характера этих событий, подобного рода события, указывают на некий определенный смысл. Поэтому-то они очень часто называются не просто чудо, а именно знамени или знак. В Ветхом Завете это, конечно же, и явление Божие Моисею, когда он является внеополимой купине, беседует с пророком, а куст при этом не сгорает, что подчеркивает, что да, с одной стороны Бог это огонь, это нечто важное, сильное, то, что может поглотить и даже уничтожить, но те лица или те создания, которые приобрели благость Божию, они через этот огонь не уничтожаются, но они воспламеняются и исполняются особой силой. Или далее казни египетские, или далее, когда Бог идет перед еврейским народом днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И, конечно, вот такой руководящий, предшествующий еврейскому народу столб указывает на то, что Бог ими руководит, и Бог о них заботится. Ну и, конечно же, когда мы обращаемся к Священному Писанию Нового Завета, то обращаем внимание, как в Евангелиях описываются и чудеса Господа Иисуса Христа, и Его знамения, которые никогда не совершаются напрасно, попусту, но они всегда совершаются для того, чтобы указать, что Он есть не только Христос, но и воплотившийся Сын Божий. И интересно, что четвертый евангелист Иоанн Богослов даже использует постоянно термин «симеон» греческий, который означает «знамение» или «знак», указывающий на определенную богословскую идею. Еще один способ Божественного Откровения через особые предметы. В Ветхом Завете это «урим» и «тумим». Что это были за предметы, мы точно не знаем. Предполагают, что это были некие камни, которые или светлели, или темнели, в зависимости от вопроса, заданного священнослужителями. Если вопрос таков, что ответ положительный, камни светлеют, если ответ отрицательный, камни темнеют. И вот через эти священные предметы Бог также возвещал свою волю избранному еврейскому народу. А в Новом Завете мы знаем, что апостолы, собравшись после воскресения Господа Иисуса Христа, решили избрать вместо Иуда и Скариотского предателя другого апостола и для этого использовали жребий. Еще один вариант передачи Божественного Откровения через чтение богодухновенных книг. То есть, когда одни священные авторы пользуются плодами деятельности своих предшественников, других священных авторов. Пророк Даниил говорит о том, что изучая книгу Иеремии, он, цитата, «сообразил число лет, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Это дало ему возможность понять, скоро предстоит возвращение из плена, скоро наступит новый рассвет, наступит возрождение и еврейского храма, и еврейского народа опять на территории Иудии. Ну и, конечно же, взаимное пользование плодами друг друга мы видим у священных авторов Нового Завета, потому что когда апостол Петр пишет о апостоле Павле, он упоминает, что его тексты, его послания не всегда бывают понятны для читающих. Ну и, конечно же, нам известно, что с одной стороны первые три автора Евангелий, мы их называем синоптиками, они пользовались плодами деятельности друг друга. Первым был евангелист Матфей, который написал по-арамейски, после чего книга была переведена на греческий язык, апостол Марк сократил евангелиста Матфея, а апостол Лука, конечно же, был знаком и с переводом на греческий язык Евангелие от Матфея, и с трудом Евангелия от Марка. Но Иоанн Богослов, хотя он не пользуется непосредственно текстами первых трех евангелистов, совершенно очевидно знаком с плодами их деятельности, потому что он пишет о том, о чем они умолчали, и наоборот опуская то, что у них изложено подробно. Следующий вид Божественного откровения через наблюдение за устройством природы. Псалмопевцы прославляют Бога Творца любуясь красотой окружающего мира. Смотри, например, Псалом 18, первый стих, но также и ряд других псалмов. А в Новом Завете апостол Павел замечает, что этот путь познания Бога через наблюдение окружающего нас мира подходит и для язычников. Цитата. «Невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они, язычники, безответны в своих нечестии и неправде». Послание к римлянам, первая глава, 18 и 20 стихи. Но когда мы приближаемся к периоду Нового Завета, вступаем в Новый Завет, мы видим, что в эту эпоху уже преимущественно иное откровение Божие людям, потому что происходит воплощение Сына Божия. Бог становится человеком. В единой личности Господа Иисуса Христа две природы божественные и человеческие. Если в Ветхом Завете были очень редкими случаи, когда Бог непосредственно напрямую говорил с человеком, а эти случаи можно пересчитать по пальцам. Во-первых, когда народ еврейский собрался у подножия Синайской горы, то они вначале слышат десять заповедей, слышат те основные заповеди закона, которые являются его квинтэссенцией. А потом уже Моисей приносит эти заповеди написанными на каменных табличках. И то, как вы помните, первый вариант табличек он разбил, потому что во время его пребывания на горе Синайской народ впал в нечестие. И потом уже были изготовлены копии этих табличек. так вот вначале народ услышал некий голос исходящий с горы. Также Самуи услышал голос Божий в храме. Ну и наконец с друзьями Иова Бог говорит из бури напрямую именно голосом. Однако в период общественного служения Господа Иисуса Христа подобного рода изложение учения из уст воплотившегося Бога было основным способом божественного откровения. Да, конечно, ученики каждый в силу своих способностей понимал то, что сказано Господом. Каждый в силу своих способностей мог запомнить больше или меньше количества его наставлений. Но именно подобного рода откровения осмысленное четкое изложение идей и мыслей на конкретном языке, каковым, скорее всего, был арамейский язык и является отличительной чертой божественного откровения в Новом Завете. И, конечно же, нам необходимо упомянуть еще об одном способе передачи неких мыслей, идей, информации, говоря современным языком, от Бога людям, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Через события священной истории. Потому что эти события священной истории, когда выстроены в определенной последовательности, в определенный ряд, они тоже позволяют людям понять волю Божию. Из Ветхого Завета очень хорошим примером является книга Судей, в которой показано, как по мере жизни в завоеванной земле обетованной евреи постепенно расслаблялись духовно, начинали грешить, и в силу этого расслабления и грехопадения Бог попускал нашествие каких-то иноплеменников. И будучи попущенным этому горею, Бог позволял, чтобы евреи начинали искать в своей среде лидера, и такой лидер появлялся. Бог воздвигал этого лидера, такие лидеры назывались Судьи, потому что там специальный еврейский термин, который указывает на разные виды служения, не только судить, но при этом и быть лидером, возглавлять движение против врагов. И поскольку подобное воздвижение Судьи сопровождалось всеобщим покаянием евреев перед Богом, то Господь даровал им победу над врагами, враги были изгоняемы. И опять на некоторый период времени в еврейском народе наступало благоденствие, как правило, под руководством этого судьи. И вот такая ситуация повторялась несколько раз. И конечно через эту историю, которая касалась всего народа, любой читатель мог сделать вывод и в отношении своей собственной жизни, потому что духовная жизнь архетипична. И конечно же, как у евреев в период благоденствия наступало духовное охлаждение, так бывает и у нас. Когда все хорошо, все замечательно, мы постепенно забываем о Боге, не так усердно молимся, бывает, какие-то начинают действовать в нас страсти, и вот тогда-то Бог ради нашего выразумления и посылает нам скорби. Ну а в Новом Завете, конечно же, тоже священная история, и которая касается деятельности Господа Иисуса Христа, где видно, как его благодетели еврейского народа, завистники из числа евреев начинают клеветать вплоть до того, что клевещут на него хулу, и это приводит к его распятию. Так и последующие его воскресение, сошествие Святаго Духа, деятельность апостолов, конечно же, тоже имеет значение для жизни каждого человека, уже теперь верующего христианина, ибо и у нас в жизни, если мы делаем какое-то доброе дело, или живем, стараемся жить праведно, то, конечно же, появляются люди, которые противодействуют нам из зависти, и эти противодействия могут иметь очень горькие для нас последствия, что мы ассоциируем иногда несчастье, в которое мы попадаем с распятием Господа, но поскольку есть промысел Божий, Господь ограждает праведников, то после такого рода скорби приходят избавление от них силой Божией, которое можно сравнить с воскресением Христовым, и мы делимся этой радостной весью с окружающими точно так же, как апостолы делились радостью о воскресшем Господе Иисусе Христе. Итак, мы с вами должны констатировать, что существует достаточно серьезное отличие в откровении Божьим себя людям своей вести, своей воле в завете новом по отношению к завету ветхому. Если в ветхом завете преимущественно это происходило либо через непосредственное откровение Божия, душе пророка, душе священного автора, плюс через события священной истории, то в новом завете с нами уже говорит сам воплотившийся Бог. И, конечно же, кроме этих его речей и его деяния и события священной истории. Важно помнить, это отличие для того, чтобы впоследствии, когда мы будем обсуждать учение об вдохновенности священного писания Нового Завета, вникнуть в детали и в полноте усвоить это учение. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров